Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги! Мы завершаем наш цикл лекций диагностика и лечения неврологических расстройств от теории клинической практики. Сегодня мы будем говорить вот про прием терапевта. Так складывается сейчас система оказания медицинской помощи, что все больше и большее число пациентов попадает именно в итоге к терапевту и остается у терапевта для последующего наблюдения. С одной стороны, наверное, правильно, диагноз установлен, какие-то алгоритмы лечения существуют. Такая вот организация накладывает определенные сложности на ведение пациента терапевтом. Все-таки специалисту требуется очень большое количество знаний в разных областях медицин. Мы ведь говорим часто про неврологию, а к сожалению, к терапевту будут попадать пациенты другого профиля. И просто объем знаний, который требуется, он невероятный. Видите, мы пережили эпоху сверхузских специалистов. Сейчас переходим к расширению наших, как говорят, сейчас компетенций. Никуда не денешься, придется жить в тех условиях, в которые мы поставлены. И вот тема сегодняшней беседы, коррекция симптомов или патогенетическая терапия. На самом деле, такой немножко полемический заостренный, вот это заостренная формулировка. Но дело в том, что если вот серьезно говорить про пациента с хронической цереброваскулярной патологией, мы зачастую не понимаем, почему, для чего проводится лечение. Чуть позже мы костемся этого более подробно. И вот на примерах вы вспомните ваших пациентов, и станет понятно, почему ожидаемый эффект от, казалось бы, правильно подобранной терапии, разумной терапии, он не достигается. Но все-таки надо понимать, от чего мы хотим, назначая то или иное лекарственное средство тому или иному конкретному пациенту. И, конечно, в любом случае мы должны начать вот с каких-то вещей определения, с каких-то глобальных проблем, которые позволят рассмотреть более детально некоторые частные особенности, частные нюансы взаимоотношения коллег наших, нас с вами и пациентов с хроническими цереброваскулярными расстройствами. Но, во-первых, сама терминология, все-таки мы пользуемся термином хронической ишемии мозга, об этом не раз шла речь уже. Но что такое хроническая ишемия мозга, так никто до сих пор и не знает. Это больше такой умозрительный термин, который позволяет объединить и вроде бы хроническое течение заболевания, и вроде бы наличие сосудистой патологии, ну и малообъяснимого прогрессирующего течения вот этого вот поражения мозгового вещества. Конечно, обязательно, если мы говорим про цереброваскулярную патологию, мы должны понимать, что имеет место сочетание эпизодов острых нарушений кровообращения головного мозга, причем они могут быть как ишемическими, так и геморрагическими, и механизмы, которые приводят вот к хроническому прогрессирующему поражению. Это очень важный момент. Дело в том, что важна роль не только сосудистых патогенетических механизмов. Ишемия запускает целый ряд процессов, которые нельзя назвать чисто сосудистыми. Это и нейродегенерация, это и воспаление, некоторые другие патофизиологические механизмы. Это очень важно понимать. Пытаясь воздействовать на факторы совечь сосудистого риска, мы, к сожалению, не всегда можем добиться должного эффекта вот в отношении замедления нейродегенерации того же самого нервовоспаления. Обычно у одного и того же пациента имеет место сочетание нескольких механизмов развития поражения мозгового вещества, причем на разных стадиях развития заболевания, те или иные из них могут принимать меньше или большее участие. Это тоже очень важно. Процесс не является застывшим во времени. Как это, само понятие процесса не может застывать во времени, он движется. Вот и роль тех или иных участников этого процесса, она меняется. Вот опять-таки, условно говоря, был перенесен эпизод острой ишемии или кровоизлияние перенесено, пускай даже асимптомное или малосимптомное. Казалось бы, все, исчерпана роль сосудистого фактора. А вот приобретают роль в этой ситуации совершенно другие механизмы. Опять-таки, довольно сложная картина, включающая, в первую очередь, когнитивные, эмоциональные поведенческие расстройства, все-таки нарушение движений, чувствительных функций, они позже присоединяются. Как правило, с них заболевания не дебютируют. И вот эта картина из эмоциональных, когнитивных и поведенческих расстройств очень сложна и зачастую не всегда удается правильно понять нозологическую принадлежность этих расстройств. С одной стороны, мы говорим, что все это обусловлено ишемии головного мозга, что не всегда, скажем так, удается убедительно подтвердить, и не всегда соответствует истине. А с другой, иногда игнорируется роль цереброваскулярной патологии в формировании и прогрессировании уже в тяжелую деменцию легких когнитивных нарушений. Действительно, вот трудно представить ишемию, которая, так сказать, повреждает орган постепенно, по частям, без эпизодов таких вот, так называемых, острых цереброваскулярных катастроф. Поэтому, как правило, у пациента имеется острое очаговое поражение мозгового вещества, связанное с его ишемией или кровоислиянием. Причем это очаговое поражение может выявляться как клинически, когда мы видим те или иные симптомы в виде нарушения функций черепных нервов, в виде порезов, в виде асимметрии рефлексов, то, что невролог описывает в своем заключении. Это можно установить анонистически, когда пациент рассказывает нам про эпизоды слабости в конечности, нарушения речи и так далее. Ну и, конечно, подтверждаемы наши предположения результатами нейровизуализации. И вот здесь хочется подчеркнуть, нефрологам это вещь хорошо известна, терапевтам это может быть в меньшей степени знакомо. А всерьез мы говорить об этих очагах и верифицировать эти очаги мы можем только при использовании МР-томографии. Надо понимать, что КТ не годится. Если мы даже видим, так сказать, хорошую картинку, благоприятную картинку по рентгеновской КТ, это не значит, что мозг здоров. Вот здесь нужно быть очень аккуратными и понимать, что МРТ имеет однозначные преимущества для диагностики вот этих признаков церебровоскулярной патологии. И опять-таки надо принимать во внимание, на каком приборе проведено исследование, все-таки современные томографы с напряженностью магнитного поля от полутора Тесла и выше дают одну картину. Приборы старого образца или вот некоторые приборы, которые имеют менее такие высокие характеристики напряженности поля, они могут не показать очень значимых изменений. Так что не вдаваясь вот в эти подробности, просто призыв запомнить, что МРТ предпочтительнее, чем КТ. И второе то, что МРТ тоже может быть разным и по характеристикам прибора и по характеристикам используемых вот этих вот режимов проведения исследования. Что очень важно, вот эти вот очаговые изменения или признаки очагового поражения, обычно они описываются как кисты постинфарктные или последствия кровоизлияния, иначе могут быть термины предложены. Самое главное, что есть очаговые изменения. Они, как правило, сопровождаются атрофическим поражением мозга. И вот нужно обращать внимание, когда в заключении специалиста по МРТ мы видим такое сочетание. Очаговые изменения или мелкоочаговые изменения. И расширение, скажем, желудочковой системы, объем желудочков увеличивается. Или при признаке уменьшения толщины коры больших полушарий. Вот сочетание очагового и генерализованного атрофического процесса. Обязательно нужно обращать внимание на соматические заболевания. Все-таки есть те заболевания соматические, гипертензия, сахарный диабет, нарушение функции щитовидной железы, которые могут делать течение процесса более быстрым, более, так сказать, грубо позволяют протекать атрофическому поражению мозга. И вот обратите внимание на последний пункт. Все-таки на сегодняшний день, может быть, это дань моде, может быть, это действительно объективный, так сказать, факт. Но очень большое внимание уделяется воспалению. Причем воспалению низкой интенсивности, хроническому. Это то воспаление, которое невозможно выявить при помощи, скажем, анализа крови, сдвига лейкоцитарных формул, но мы не увидим. Соотношение клеток, может быть, где-то позволяет в ряде случаев. То есть вот в том-то и проблема этого воспаления низкой интенсивности, что оно существует, но не выявляется при помощи наших стандартных маркеров в виде формулы крови, в виде соя, в виде цирреактивного белка, фибриногена. И здесь требуются более тонкие диагностические тесты. Ну и, естественно, никто не говорит о том, что они должны использоваться в клинической практике. Этого сделать невозможно, но по определенным причинам, потому что ни одна страховая компания не согласится оплачивать такие исследования, не входит в стандарт или обследование пациента. Просто для себя мы понимаем, что сегодняшнее представление о патогенезе церебровоскулярной патологии подразумевает обязательное наличие воспалительного процесса. Ну и когда мы говорим про хроническую ишемию мозга или хроническую церебровоскулярную патологию, вот таких три серьезных вопроса. Насколько ишемия носит хронический характер, как связаны ишемия острая и хроническая, ну и какова, собственно, роль ишемии в развитии данного процесса. Причем это вопросы не теоретические, они не абстрактные, они не относятся к какой-то области биологии, ничего подобного. Вот понимая, с каким процессом мы сталкиваемся, мы можем представлять, какие способы лечения могут дать максимальные преимущества для конкретного пациента. В настоящее время для описания тех факторов риска, которые приводят к хроническим церебровоскулярным заболеваниям, предложены концепты церебральной микроангиопатии, то есть поражение сосудов мелкого калибра, тех сосудов, которые обеспечивают распределение кровотоков полости черепа, обеспечивают создание условий для адекватного кровоснабжения тех групп нейронов, которые испытывают максимальную потребность в кислороде, в глюкозе вследствие выполняемых функций. Это вообще очень сложный механизм, прекрасно подстроенный, по сути дела, вот через 4 сосуда магистральных кровь поступает в черепную коробку, а дальше уже распространяется при помощи системы вот этих вот сосудов малого калибра. Действительно это очень важный и очень такой полезный термин, потому что позволяет думать не только о магистральных артериях головы, но и о сосудах другого русла, другого калибра. Но очень важно четко понимать, что не всегда патологический процесс ограничивается только головным мозгом. Это практический момент, скажем, у пациента с гипертензией, у которого имеется действительно церебральная микроангиопатия, или пациент с сахарным диабетом, у которого микроангиопатия церебральная имеется, он ведь может иметь такого же характера поражения и почки с прогрессирующей почечной недостаточностью, поражение миокарда и так далее. Это нужно будет учитывать вот при построении той тактики лечения, или той схемы лечения, которую будем использовать. Не часто бывает только микроангиопатия, могут страдать сосуды и крупного калибра, и опять, если мы подтверждаем такое повреждение, то, соответственно, это потребует уже использования и других способов лечения. Ну и, наконец, не только поражаются сосуды, но и, мы уже говорили, подключаются другие механизмы, вслед за перенесенной ишемией или за кровоизлиянием уже наступает реакция вот этого вот воспаления, дегенерации и так далее. Опять-таки, почему об этом мы говорим и почему это нужно иметь в голове? Дело в том, что если мы считаем процесс чисто сосудистым, он потребует одного лечения и одних мероприятий для вторичной профилактики. Если мы понимаем, что процесс носит более сложный характер, соответственно, и схемы лечения будут усложнены. То, о чем мы говорили, не застывшая картинка, а меняющаяся роль вот этих вот факторов на разных стадиях развития заболевания. Так вот, церебральная ангиопатия, этот термин очень нужен, очень важен. Он позволяет понять, почему страдает мозг, и позволяет напрять, чтобы искать поражение и других органов системы организма, позволяет более активно использовать и другие, и лекарственные, и хирургические способы лечения. Но в чем его недостаток? Ну, во-первых, это, конечно, не болезнь, это синдром. Поэтому огромное количество патологических процессов могут привести к нарушению структуры и функций этих мелких артерий. То есть мы не должны рассматривать это как болезнь, а должны обсуждать только в рамках синдрома и искать его уже этиологическую принадлежность. Это очень важный момент, потому что можно поставить диагноз болезнь мелких сосудов, успокоиться и, скажем, диабет будет процветать или ангиопатия будет прогрессировать. А мы будем говорить о каком-то вот изолированном поражении одного или нескольких сосудов. Дальше очень большая проблема с диагностикой. Да, действительно, современные способы MR-томографии позволяют все перечисленное прекрасно выявить, описать и оценить полуколичественно. Здесь никаких сложностей нету. При следовании определенным, не больно сложным протоколом можно все это выполнить. Но нужно четко понимать, что когда мы выявляем в мозге структурные изменения, вот последствия, скажем, или микрокровоислияния, или лакунарных инфарктов, или расширение перевоскулярных пространств, в любом случае речь идет о том, что мозг уже пострадал. Вот в этом плане диагноз церебральной микроангиопатии, он, к сожалению, отстает от того процесса, который во всю лужу развернулся в ткани мозга. Это очень важный момент. Мы, по сути дела, можем подтвердить наше предположение о том, что имеется церебровоскулярная патология, но, к сожалению, мы ничего не можем сделать, чтобы процесс предотвратить. Мы уже достаточно, на такой достаточно развернутой стадии его выявляем и подтверждаем. Ну, на самом деле, вот эти факторы можно перечислять до бесконечности, патофизиологи еще и больше их назовут, они больше нас понимают в этой проблеме. А что очень важно, вот все эти факторы, они могут потребовать специфических подходов к лечению. Поэтому вот выбор лекарственных препаратов, он должен осуществляться в соответствии вот с тем, кто перед нами сидит, что у нас за пациент. Это истонозирующее поражение, иногда иоклюзирующее поражение сосудов с уменьшением перфузии ткани, нарушение функции эндотелия, вслед за ней идет нарушение целостности гематенцифалического барьера, то есть тут уже речь может идти о развитии гиперинтенсивности белого вещества лейко-ариозе. В итоге уменьшается объем мозгового вещества, клетки погибают, причем не обязательно нейронные клетки глеи погибают, и клетки сосудистой стенки. В ответ на это разворачивается воспалительный процесс, это универсальная реакция, кто-то должен убрать, да, поврежденных и увечных. Вот, в итоге дело заканчено эродегенерацией. То есть это очень сложный, очень такой распространенный процесс, имеющий различные механизмы своего формирования. Что важно, существуют действительно эти критерии классические страйф, это уже можно назвать страйф-1, да, алгоритм диагностики церебральной микроангиопатии, по данным эмортомографии, лакунарные инфаркты, острые или старые, это вот гиперинтенсивность белого вещества, это расширение перевоскулярных пространств. Сейчас данная классификация дополнена уже и гемосидерозом в коре, то есть последствия перенесенных повторных кровоизлияний, дополнена признаками атрофии мозгового вещества, как за счет увеличения объема желудочковой плотности, желудочковой системы, так и за счет истончения коры и углубления борозд. Это все хорошо, ясно, и действительно, если контакт есть со специалистом по МРТ, с которым вы работаете в вашем отделении, вы можете получить точную информацию, взвешенную. Вот единственное, обратите, пожалуйста, внимание на последний пункт, на микрокровоизлияние. Диагностика этих состояний требует применения специфических режимов МРТ, SW, скажем, I, некоторые другие. А, к сожалению, эти режимы редко используются в повседневной практике. То есть, вот, надо признать, что в отношении микрокровоизлияний, к сожалению, наши сведения не очень точные по конкретному больному. Вот просто призыв это запомнить, потому что, ну, проблема на самом деле серьезная. Сами понимаете, если у пациента описывается МРТ-картина с множественными микрокровоизлияниями, а он нуждается в назначении антикогулянтов, ну, внутренний наш, так сказать, тормоз будет давать себя знать, да, и мы будем обсуждать, насколько это целесообразно, насколько малый риск. Сегодня считается, что эти микрокровоизлияния не являются предикторами, они не являются прогностическими факторами кровоизлияния крупных. Но, тем не менее, нужно быть настороже и, в общем-то, обращать внимание на эти кровоизлияния и где-то более аккуратную, более щадящую антитромботическую терапию назначать. Вот то, что хорошо известно, это гипертензивная болезнь мелких сосудов или микроангиопатия. Скоро можно будет широко ставить диагноз амилоиды антитопатии, потому что будут доступны способы для диагностики данного состояния, генетически редкие синдромы, ну и редкие, к счастью, редкие синдромы, с которыми мы редко сталкиваемся. Ну, на самом деле, для диагностики их, конечно, требуются огромные усилия и сказать, что кто-то может легко поставить диагноз паразитарного воскулита или венозного коллагеноза, ну, скорее всего, это вот преувеличение. Длительное время существует вот борьба кардиологов с неврологами, сейчас вроде бы мир восторжествовал, да, о том, какое давление надо держать пациенту с ребровоскулярной патологией. Ну, иногда мы, неврологи, тоже чрезмерно активны в этом плане, говорим, что вот пациент плохо себя чувствует на низком давлении и, значит, надо держать давление более высоко. Ну, точка зрения не очень, верно, очень убедительна теоретически, но не очень, так сказать, годится для практики. Нужно избегать стойкого повышения артериального давления, за редким исключением, когда там есть двусторонний каротидный стоноз, гемодинамически значимый, какие другие особенности развития русла сосудистого, конечно, здесь давление не должно быть низким. Естественно, никто не спорит, что давление систолическое меньше 110 у пожилого человека, это обычно плохо. Мозг недополучает того количества энергетических субстратов и кислорода, которые ему требуются. Во всех остальных случаях надо четко понимать, высокое давление это вред. Не потому, что сосуд может разорваться, скажем, он на невысоком давлении имеет меньше шансов для разрыва. К сожалению, при высоком давлении страдает ткань головного мозга. Вот была предложена такая гипотеза или концепция цунами, как угодно, предложили японские исследователи, очень такой образный и хороший пример. Не поднаслышки они знают, что такое цунами, когда формируется огромная волна, огромная масса движущейся воды в океане, которую не видно снаружи. Почему? Она может располагаться в толще вод, и волной не проявляется снаружи. Эта волна мчится к берегу, вот на этой картинке видно, эта волна мчится к берегу, попадает на мелководье, объему воды деваться некуда, и вот над гладью морской поднимается огромная кора воды, которая будет сметать все на своем пути. Так вот, примерно та же ситуация развивается и в сосудистой системе. Когда уже изменены крупные артерии, скажем, аорта, брахиоцефальные стволы изменены, сонные артерии, они не могут компенсировать этот удар крови, который поступает в систолу. По сути дела, их эластичность равна нулю, они неподатливы, это трубы, так сказать, очень высокой жесткости, и вся эта масса крови в систолу попадает в сосуды малого калибра, как та волна, которая поднялась над морской гладью, грубо говоря, раздувая эти сосуды, и вот постоянный удар сосудистой стенки на прилежащую ткань как раз-то и приводит к расширению перевоскулярных пространств. И на самом деле сегодня уже подсчитано, сколько сантиметров кубических в год теряет пациент с гипертензией именно вот за счет этой вот пульсовой волны, которая не компенсируется эластичностью сосудистой стенки. Так что, конечно, очень аккуратно относиться вот к призывам с одной стороны как снижать давление у всех до минимальных цифр, а с другой стороны конечно с опаской относиться к попыткам поддерживать высокое давление или повышенное давление у пациента с серебровоскулярной патологией. Ну, не нужно забывать о том, что, понимаете, давление-то ведь по-разному, имеет разный профиль суточный, и скажем, мы можем на амбулаторном приеме пациент может в домашних условиях замерять давление, цифры у него замечательные, его хоть берите в спортсмены, хоть в космонавты, но если мы измерим его ночное давление, к сожалению, наша точка зрения изменится, давление может быть намного более высоким, чем мы того ожидаем. Так что, быть аккуратными и, в общем-то, представлять, что давление нормальное или сниженное лучше, чем высокое. Мы говорим про сосудистые факторы, а вот все-таки существует еще понятие коннектома к совокупности связи между клетками головного мозга, и вот как раз это понятие коннектома может быть нам будет пригодиться, может быть оно приживется в нашей литературе, как описание, как объяснение того, почему при небольших размерах очага первичного, вот красного набраженного, почему наблюдаются вот эти вот поражения функции, нарушения функции на отдалении, казалось бы, на большом удалении первичного очага. На сегодняшний день, вот объясняя, почему возникают симптомы на удалении, почему, скажем, при небольших размерах очага возникает у пациента, скажем, депрессия или какие-то другие нарушения, можно как раз вот объяснить механизмы рассогласования связи между отдельными участками коры и различное влияние и подавляющее, ингибирующее, и активирующее, которое может быть связано с этим первичным очаговым поражением. Ну и вот забавно, что в какой-то степени это приближает нас к пониманию вообще понятия диашиз, функционального разобщения крайне интересного феномена, который был описан, кстати, вот чуть больше ста лет нашим с вами соотечественникам Константином Монаховым, вот, и который известен в литературе вот под термином монаховский диашиз. Открытие он свое совершил, будучи гражданином Швейцарии, и вот получилось так, что мы лишились своего Монахова, обменяли его на чужого, фон Монакова, настолько великий был его вклад в организацию швейцарского здравоохранения, кстати, он швейцарством организовал первое общество невропатологов, тогда еще невропатологи были, что получил к своей фамилии приставку фон. Опять-таки, понятие конектома может объяснить, почему мозг перестраивается, почему такие сложные синдромы когнитивных нарушений, почему такие сложные симптомы поведенческих расстройств возникают при очаговом поражении мозгового вещества. А вот, опять-таки, та же самая депрессия, да, постинсультная, она может быть обусловлена вот нарушением связи, как в рамках одного полушария, да, нарушения конектома, так и нарушения воздействия одного полушария на другого над этими вот межполушарными взаимодействиями. Опять-таки, вот мы говорим, что факторы соединения сосудистого риска существуют, и наша задача состоит в том, чтобы восстановить в итоге мозговой кровоток, добиться должного уровня мозговой перфузии для того, чтобы клетки получали должное количество кислорода, глюкозы и других пластических веществ. Казалось бы, все ясно и все понятно, и вот исходя из таких позиций можно считать, что если очаговой симптоматики послеобратимой ишемии не осталось, то все хорошо и мы свою функцию выполнили. На самом деле все немножко посложнее происходит, и вот при обследовании методом функциональной МРТ пациентов с транзиторной ишемической атакой было показано, что даже обратимая церебральная ишемия может иметь последствия в виде стойкого снижения кровотока и стойких функциональных нарушений как в зоне перенесенной ишемии, так и на удалении от нее. Это, кстати, такая серьезная проблема, казалось бы, все обошлось, кровоток восстановился, но для нас перенесенная ишемия обратимая должна быть не менее грозным, не менее угрожающим симптомом, нежели ишемия стойкая. К сожалению, вслед за обратимой ишемией обычно идет тяжелое необратимое поражение мозга. Еще одна проблема это асимптомные инфаркты, с которыми мы столкнулись в последнее время. проблема вызывает большой интерес на сегодняшний день. Все-таки это такое непривычное нашему слуху состояние, когда совершенно случайно или на вскрытии выявляется огромных размеров киста, которая так располагалась, что оставила незатронутыми эти проводящие пути. Действительно редкая ситуация, что инсульт бывает таких огромных размеров, инфаркт таких огромных размеров. Но на самом деле если инфаркт меньшего размера, то одного человека их может быть даже несколько, а он и не подозревает об их наличии. Почему интерес вызывает проблемы асимптомных инфарктов и асимптомных кровоизлияний? Дело в том, что асимптомный сегодня инфаркт может превратиться в симптомный, если будет вовлечен процесс в другой сосудистый бассейн. То есть это просто маркер того, что ситуация плохая, уже звоночек прозвенел и надо предпринимать соответствующие усилия. Вот недавно была дискуссия с известным нашим специалистом в области когнитивных нарушений, в области церебровоскулярных нарушений с истолием. Вот он очень точно высказал о том, что асимптомные инфаркты это маркер такого сосудистого неблагополучия мозга. То есть это и маркер, и уже так сказать патогенетический мехаофактор, который сработает на будущее. Дело в том, что эти асимптомные инфаркты тесно связаны с риском и развития повторного симптомного инфаркта и когнитивными последующими нарушениями, последующим атрофическим поражением мозгового вещества. И вот хочется обратить внимание, что в МКБО агентство пересмотра, ну, трудно сказать, будем на нее переходить, не будем, если будем, то когда, это не наша по большому счету забота, как скажут, так мы и поступим. Вот, но обратить внимание, что в этой классификации уже есть термины бессимптомных или асимптомных церебральных инфарктов и бессимптомных мозговых кровоизлияний. Ну, вообще, любопытно очень, да, если бы, скажем, в свое время кто-то из нас на экзамене сказал про симптомное кровоизлияние головного мозга, да, было бы двойки, пришлось бы сдавать экзамен осенью, да, вот, видите, прошло какое-то время, и вот эти вот, казалось бы, абсолютно идеи диссидентские, да, были зарегистрированы вот в международной классификации болезней. То есть, наука развивается, мы получаем новые знания, и что отрадно эти знания не остаются где-то, вот, знаете, в пыли библиотек, а действительно приходят в нашу жизнь. Вот, ну, будут определенные изменения формулировки и когнитивных нарушений, и деменций, то, что, наверное, тоже очень важно, и то, что необходимо для более правильного понимания сущности патофизиологического процесса. Опять, вот мы говорим, что все вроде бы ясно с этой микроангиопатией, и мы разобрались и поставили точки над И, когда страдают сосуды мелкого калибра, когда сострадают сосуды крупного калибра, вроде бы, ну, можно успокоиться. На самом деле исследования показали, что не все так просто, не все так однозначно. Вот данные исследования, которые были опубликованы буквально где-то на границе зимы, осени и зимы прошлого 23-го года, вот при помощи высокоразрешающей рентгеновской КТ, это не МРТ, здесь речь шла о компьютерной томографии, авторы оценивали структуру сосудистой стенки крупных внутричерепных артерий. То есть, это не микроангиопатия, никакая, это самые настоящие крупные артерии. И, значит, данный диагностический инструмент, вот это высокоразрешающее КТ, позволяет определить содержание кальция, солей кальция, его соединения в сосудистой стенке. Ну, по сути дела, речь идет о прижизненной диагностике кальциноза артерий. И вот, что оказалось, чем более распространен кальциноз крупных артерий, еще раз надо сказать, что речь идет о крупных внутричерепных сосудах, чем больше артерий поражено, тем более выражена гиперинтенсивность белого вещества, тот маркер микроангиопатии, про который мы с вами только что говорили. Опять-таки, это подчеркивает, насколько зыбка грань между сосудами разного калибра и насколько сложны проблемы формирования диагностических критерий. Вот, пожалуйста, продолжение той же работы. Чем больше кальция накоплено в сосудистой стенке, чем более выражен кальциноз, тем опять-таки более тяжело протекает гиперинтенсивность белого вещества. То есть, постоянно идет обновление знаний и новые сведения поступают на авторы изобразили два полукруга такого бурого цвета. Это как раз кальциноз средней оболочки одного из мозговых сосудов, одной из мозговой артерии. чем больше таких измеренных артерий, тем хуже состояние паренхемы мозгового вещества. Опять-таки, к которому мы говорим, что крайне редкая ишемия бывает хронического течения, мы должны подразумевать, что пациент переносит или инфаркт головного мозга, а симптомный или симптомный инсульт. Хочется подчеркнуть, что не только объем и локализация очага определяют риск развития когнитивных нарушений. Понятно, что это ключевой фактор, который определяет, будут нарушения и такие или нет. А не меньшее значение, может быть, чуть меньшее значение имеет так называемое здоровье мозга, с которым пациент пришел к этому инсульту, наличие неизменяемых или изменяемых факторов риска. Ситуация более сложная, чем рассуждение о том, что очаг большой или маленький только своими размерами отличается и может определить исход заболевания. Результаты любопытнейшего исследования, посвященного оценке степени атрофии мозгового вещества. С использованием высокопольного МР-томографа более сотни пациентов инсульта обследования посмотрите. Сверху прямая линия это контрольная группа, это здоровые люди. На протяжении года, 360 дней, на протяжении года стабильные показатели объема мозгового вещества толщины коры. А вот снизу точки это противоположный инфаркт мозга полушария штрихом. Штрихами пунктируемо изображено полушарие, где инфаркт случился. Смотрите, что получается. И пораженные, и условно здоровые полушария претерпевают более выраженную атрофию, чем в контрольной группе верхняя прямая линия. Да, конечно, более выраженный атрофический процесс именно в пораженном полушарии, но противоположное страдает не меньше. Причем, если вот скажем, здесь речь шла о поражении аталамуса или суммарном объем полушарий, то вот, пожалуйста, как реагирует кора на перенесенный инфаркт. Здоровый член контрольной группы, вот, пожалуйста, штриховая линия, это пораженная полушария, а вот точечная линия изображена полушария противоположная. Что очень важно, вот это атрофическое поражение никак нельзя объяснить только недостатком кислорода и глюкозы. Это другие механизмы, соответственно, требуется и другое лечение. Это более сложная схемка, вот темные столбики, это выраженные атрофии от исходной точки, от момента развития инфаркта, и через три месяца светлые, то, что происходит через три месяца по двенадцатый месяц. Вот обратите внимание, что намного выше столбики темные, и в своем полушарии, и в пропиополушенном. Это говорит о том, что наиболее быстро процесс атрофии протекает именно в первые три месяца после инфаркта. И опять-таки больные получали и ревоскуляризацию, и тромбоэтическую терапию, получал кто-то тромбоэкстракцию. Все включенные в исследование пациенты получали адекватную антитромботическую терапию, в зависимости от потребностей или антикогреганта, или антикогулянта. О чем идет речь? У всех кровоток был в той или иной степени восстановлен, и не было повторных инфарктов. То есть, в отношении кровотока все было сделано здорово, и все было сделано правильно. Но эти достижения не привели к уменьшению выраженности атрофического процесса. Вот это то, с чего мы с вами начинали. Разные механизмы на разных этапах включаются, и вот, к сожалению, даже хороший кровоток после перенесения инсульта не является залогом полного выздоровления. Вот любопытное наблюдение, пациенту на протяжении 12 месяцев после инфаркта проведены МР-томографии головы, вот сама зона повреждения, через какое-то время видно формирование глиального рубца, изменяется тень вот этой зоны повреждения, и локальная атрофия. Ну, все нормально, все правильно протекает. Вот посмотрите, что на нижней части картинки, вот этот гиппокамп, то, что с ним было в начале, и то, что с ним произошло через год. Вот по каким-то причинам, не всегда для нас понятным, развивается самая настоящая атрофия этого вот инструмента памяти. Опять, вот мы говорим, нужно восстановить кровоток и предупредить значит, последующие шимические события. Все правильно, это такое вот ключевое каноническое направление. Посмотрите, что происходит. Кровоток-то вроде бы произошел, восстановлен, наступает повреждение не только нейронов, но и клеток глии. И интересно, что в ткани мозга развивается валеровская дегенерация. Опять-таки, неврологам это хорошо известно, терапевты реже сталкиваются с этой проблемой. При перерезке нервного ствола наблюдается атрофия того участка, который находится дальше от центра. Страдает именно дистальный отдел периферического нерва. Очень часто он возникает не вследствие того, что полное повреждение нервного ствола. За счет повреждения клеток оболочки как раз-то и развивается вальдерская дегенерация. Вот то, о чем мы говорили, поражение различных органов, систем организма, пациента с микроангиопатией. В данной ситуации речь идет о диабетической микроангиопатии. Вот пожалуйста смотрите, и белое вещество пострадало в головном мозге, и больше лакунарных инфарктов, причем имеется четкая связь. Чем дольше длительность заболевания, тем к сожалению хуже для головного мозга. И опять таки реализуется эта связь во многом через молекулы воспаления, в частности вот через молекулы клеточной адгезии. Опять когда мы говорили с вами про необходимость оценки соматического состояния больного, это были совершенно не пустые призывы, не такие пропагандистские лозунги. Вот пожалуйста, красное это течение заболевания у пациента застония сердечной недостаточностью, а вот синий это то, как ведет себя неврологическая симптоматика. И посмотрите, по мере ухудшения красной нисходящей стрелки, по мере ухудшения течения сердечно-сосудистой патологии абсолютно также ухудшается течение патологии цереброваскулярной. Опять, если мы будем даже прекрасным образом и правильным образом в соответствии с инструкциями, клиническими рекомендациями вести пациента с такой сочетанной патологией, к сожалению, не всегда нам будет сопутствовать успех. Соматические заболевания не позволят в значительной степени улучшить функции головного мозга. Та же самая сердечно-недостаточности когнитивные нарушения. Да, мы с вами говорили, что возможность сосудов мозга регулировать кровоток позволяет забирать должное или необходимое количество объема крови для выполнения мозговых функций. Все это правильно, это правда. Но есть тот критический предел, за которым мозговой кровоток пассивно следует за сердечным выбросом. Вот величина сердечного выброса, фракция выброса, это значение по шкале оценки когнитивных функций. Это грубый инструмент, шкала ММСЕ, но тем не менее она достаточно надежно работает. Посмотрите, что получается, при низких показателях сердечного выброса начинают снижаться показатели когнитивных функций. до определенного уровня удается компенсировать эти нарушения, причем авторам почему-то удалось даже подъем значений обнаружить, трудно сказать, с чем это связано, но это не должно нас утешать. После определенного периода где-то 30-40 процентов фракция выброса наблюдается абсолютно выраженное снижение этого качества выполнения когнитивных тестов. Опять мы говорим про перенесенный инсульт, про сочетание эпизодов хороста и хронической ишемии, но есть и другие механизмы повреждения мозга. Вот посмотрите синдром метаболический где имеет место инсулино-резистентность и избыточная масса тела. Вот пожалуйста атрофическое поражение мозгового вещества. То есть вот к вопросу о том с чем связаны данные изменения с сосудистой патологией или все-таки это нейродегенерация. Не всегда удается установить что здесь ключевым является. А вот другой пример роли факторов сердечно-сосудистого русла а факторов сердечно-сосудистого риска извините пожалуйста. Оказывается даже сама по себе гипергликемия даже обратимая приводит к поражению гиппокампа. И вот ярким цветом изображены здесь наиболее ранимые наиболее уязвимые его фрагменты. Это хвост это вот бахромка. То есть когда мы видим такого пациента казалось бы имеются факторы сердечно-сосудистого риска имеется нарушение когнитивных функций и мы вполне имеем право ставить диагноз хронической цереброваскулярной патологии мы должны помнить что вот совсем другие механизмы могут приводить к поражению мозга и наши попытки улучшить мозговой кровоток не всегда будут успешны. А вот на уровне инсулинорезистентности на уровне преддиабета пожалуйста то же самое атрофическое повреждение бахромки и хвоста гиппокампа. Сочетаются периодически вот эти два фактора старения и ожирения в чем речь не просто идет об избыточной массе тела ничего подобного это накопление вот бурого жира в организме который способен который связан с выработкой вот этих вот провоспалительных молекул запускающий процесс повреждения самых разных органов и систем организма и конечно об этом также нужно помнить это серьезная проблема и не напрасно сегодня столько интереса вот к выявлению жировой ткани в эпикардии выявлению перевоскулярной жировой ткани это один из маркеров это вот хронической низкой интенсивности воспаления и опять-таки здесь надо представлять и рассуждать размышлять какие способы лечения могут вот это воспаление устранить дело в том что такое воспалительное поражение низкой интенсивности оно связано с вовлечением патологические процессы вещества головного мозга жировая ткань которая продуцирует большое количество вот этих вот провоспалительных элементов которые действуют и на периферии мышцы и печени и так далее но которые могут запускать патологический процесс и в головном мозге и вот здесь видите мозаика получается достаточно сложная факторы сердечно-сосудистого риска реализовались в виде эпизода церебральной ишемии головной мозг страдает и значит развивается процесс нейровоспаления а вот его еще подстегивает системный воспалительный процесс который делает развитие заболевания более быстрым и повреждения мозга более тяжелым опять вот казалось какое отношение социальная изоляция может иметь к состоянию когнитивных функций и хронической ишемии головного мозга имеют оказывается и самое непосредственное вот через нарушение функционирования выработки значит за счет нарушения выработки некоторых гормонов нарушение гипоталамы гипофизарно наточниковой оси или системы опять-таки индуцируется системное воспаление нейровоспаление а заканчивается процесс отложения вот этих патологически измененных белков опять-таки у здорового человека вот периоды социальной изоляции могут не привести к таким вот последствиям они могут быть компенсированы теми или иными защитными механизмами а вот там где накапливается большое количество вот этих фрагментов мозаики там где много действующих факторов одновременно наблюдаются там к сожалению исход может быть менее благоприятным опять-таки казалось бы ну что может быть общего между наушениями сна и хронической ишемии мозга трудно сказать насколько напрямую связаны два этих события но то что нарушение сна диссамни связано с когнитивным снижением да действительно это было показано и вот любопытно что ночные кошмары они ассоциированы с когнитивным снижением в отсроченном периоде через 20-10 летия речь не идет о том что человеку приснилось очень страшный сон да он осмотрелся боевиков перед тем как отправиться спать и он последующие 20 лет ждет когда разойдется его деменция нет конечно это не правда речь идет о систематических нарушениях ночного сна о систематических ночных кошмарах другое дело что если более подробно пообследовать пациента можно будет обнаружить что не только ночные кошмары но и другая симптоматика у него имеется но тем не менее кошмары как маркер могут быть связаны с неблагоприятными последствиями пожалуйста страдает структура мозгового вещества причем интересно что нельзя говорить что бессонница связана только с угнетением деятельности тех или иных отделов мозгового вещества ничего подобного некоторые отделы могут быть активированы в некоторых плотность снижается клеточек или наоборот развивается глиоз и опять-таки при благоприятном течении процесса такая симптоматика может быть компенсирована полностью вот собственными ресурсами организма а там где уже были перенесены очаги ишемии или очаги кровоизлияния там где имеются факторы сердечно-сосудистого риска или факторы ускоренного старения мозга там к сожалению ситуация может быть менее благоприятная вот опять-таки мы не напрасно столько говорим о казалось бы отвлеченных вещах как поражается мозг понимая что происходит с мозгом можно понять что можно сделать в плане терапии и вот хочется подчеркнуть что любой из пунктов вот этой вот таблички он не исключает значимости его так рядом расположенных пунктов условно говоря мы должны думать о предупреждении повторного или первичного острого инсульта то есть мы пытаемся назначить антикоагулянт или антиагрегант использовать антигипертензивную терапию и так далее но что очень важно предупреждение инсульта абсолютно не связано с замедлением прогрессирования головного мозга прогрессирующие поражение головного мозга это очень важный момент потому что я нато приходилось слышать такие высказывания вот пациент получает аспирин почему у него не улучшаются когнитивные функции ну потому что они к сожалению не могут от аспирина улучшиться препарат замечательный ценнейший но восстановить функции он не может это очень важный момент решаются разные задачи первый пункт стараемся снизить риск развития инсульта второй попытки замедлить прогрессирующее поражение причем очень сложно отличить где поражение мозга прогрессирующее носит ишемический где несосудистый характер мы мы не напрасно говорили сегодня о том какие опасности кроются за тот же самый гипергликемии за тот же самую инсулинорезистентностью за теми же самыми дисомническими нарушениями конечно желательно чтобы эти факторы подверглись регуляции прекрасно понимаем что в реальной жизни далеко не все так просто и во-первых пациент не всегда готов выполнять наши требования скажем нормализация массы тела и должный уровень физических нагрузок могут встретить ярое сопротивление потому что больной пришел за лекарствами правда ему говорят что кушать чем питаться да он же не этого хотел от нас услышать это серьезная проблема но санитарная грамотность населения она скажем так далека от того чтобы нам нужно было но в любом случае если нету адекватного контроля факторов сердечно-сосудистого риска к сожалению говорить о реальной профилактике инсульта замедление прогрессирования когнитивных нарушений не всегда получится соматические заболевания понятно почему нуждаются в коррекции аккуратно и без излишних так сказать агрессии мы пытаемся компенсировать когнитивные эмоциональные нарушения обеспечив пациенту должный уровень нагрузок вот это стимулирующая среда но опять таки нужно трезво относиться к этой проблеме и сказать что если мы можем большей части пациентов обеспечить когнитивный тренинг наверное было бы не всегда справедливо не все готовы на такие действия не все готовы на настойчивое овладение новыми знаниями и на контроль своего самочувствия это серьезная проблема но будет решена хорошо не будет к сожалению ситуация может затормозиться ну и симптоматическое лечение устранение наиболее значимых симптомов вот любопытнейшие данные о модификации образа жизни как время проведенного монитора влияет на риск развития деменции речь не идет о работе о профессиональной деятельности за монитором это вот просиживание часов в поисках новостей в таких вот в развлекательных на развлекательных сайтах и так далее абсолютно четкая связь чем больше времени проведено за монитором тем выше риск развития когнитивных нарушений и наоборот ну если работаете за монитором это одна ситуация если вы знаете здесь монитор взят просто в виде вот одного из маркеров характеризующих времяпрепровождения условно говоря я думаю что если проверили подобное исследование по чтению скажем там газет или художественной литературы или литературы исторической были бы получены сопоставимые данные такое что очень важно если баланс между временем у телевизора и физической нагрузки смещается в пользу телевизора для организма хуже для когнитивных функций хуже если баланс смещается все-таки в пользу физической нагрузки да действительно удается добиться гармонии и риск развития когнитивных нарушений будет в какой-то степени снижаться опять-таки каким образом вот эти вот очень интересные и очень нужные данные внедрить в жизнь и как можно пациенту объяснить что для него полезней дать себе возможность походить хотя бы вокруг дома но в хорошем темпе и немножко физически поддержать себя а не просиживать время значит там у телевизора или монитора не работают не рабочего компьютера вот именно для развлечения вопрос очень сложный потому что ну не всегда мы в этой ситуации можем встретить должное понимание нашего собеседника вот а то что обеспечение минимального уровня нагрузок вместо времени проведенного у монитора компьютера несет пользу да это получено получены такие данные снижается риск развития той же самой деменции опять нужно очень аккуратно относиться к этим данным и не говорить о том что вот чем больше калорий сжег тем больше стало памяти и так сказать лучше когнитивной функции нет конечно просто тот задел тот запас который имеется у конкретного человека он разрушается с меньшей скоростью вот надо четко разделять понятие здоровья мозга оно достаточно рыхлое определение его не очень имеет очерченные границы нужно различать здоровье мозга и состояние когнитивных функций то есть если улучшить качество когнитивных функций возможно только при систематической работе то поддержать здоровье мозга и замедлить прогрессирование когнитивных нарушений да пожалуйста это можно вот при помощи замены просиживания просмотра телевизора на физическую нагрузку могут конечно быть и полумеры скажу не просто рассматривание телевизионной картинки передачи какое-то обсуждение какой-то анализ увиденного услышанного пересказ собеседнику того чтобы его увидено это более конструктивная направленность и она требует уже включения целого ряда функций это функции речи уже это необходимость анализа полученной информации необходимость вычленения более значимых и менее значимых каких-то вот какой-то информации из контекста нельзя все уж так подавлено ребенку стрич но для сохранения здоровья мозга не говоря уже о поддержании сосудистого здоровья конечно однозначно и преимущественно имеет нагрузка перед вот таким пребыванием в состоянии нирваны отдыха возле колдующего монитора но и на самом деле получены данные о том что физическая нагрузка в ряде случаев может обеспечить более качественное состояние мозга даже при наличии серьезных заболеваний вот данные любопытного исследования пациенты молодого и среднего и пожилого возраста оценивался уровень физической у них активности на протяжении как минимум одного месяца и вот что оказалось даже извините пожалуйста даже при наличии не вполне качественного контроля гликемии были выявлены зоны головного мозга на которые нагрузка оказывает максимально выраженные защитные действия это действительно очень любопытные данные еще раз надо подчеркнуть что речь не идет о приобретении новых навыков это не право не совсем правильно речь идет о том что сохраняются те или иные структуры мозга обеспечивается должный уровень вот этого здоровья мозга так что развития могут быть разные и воздействия могут быть разные да действительно показано что на все типы деменции действуют максимальная активность физическая и частная болезнь альсгеймера и умеренная активность действует но нужно аккуратно относиться к трактовке этих данных все-таки еще раз нужно подчеркнуть если мы говорим о приобретении новых навыков новых знаний то конечно здесь речь идет о других тренингах а если речь идет о здоровье мозга и здоровье сердечно-сосудистой системы да конечно здесь нагрузка сделает свое дело и дело сделает свое очень мощно конечно если мы видим что пациент понимает что мы от него хотим если пациент видит что если мы видим что пациент готов предпринять реальные усилия для того, чтобы снизить риск прогрессирования хронической церебровоскулярной патологии, замедлить формирование нейродегенеративного процесса, конечно, мы должны и можем объяснить необходимость тренингов для работы когнитивных функций, для приобретения новых знаний, для поддержания гибкости мыслительных процессов. Но, конечно, это сложная задача, и далеко не всем пациентам она под силу. В отношении диеты, да, конечно, рациональная диета, она необходима, она должна быть подобрана под контроль, под конкретного пациента. На сегодняшний день считается уже, видите, не просто средиземноморская почему-то диета должна быть, а вот такая, имеющая низкий провоспалительный потенциал. Ну, суть-то не меняет. Чем больше клетчатки, овощей, зерновых, чай, фрукты, ну, в отношении вина, ведь, в точке зрения, меняется каждые 10 лет, тут очень сложно на чем-то остановиться. Вот, в принципе, это так называемая провоспалительная здоровая диета. Ну, трудно сказать, насколько вот в реальной жизни возможно выдерживание такой диеты с ограниченным количеством красного мяса, мясных продуктов, сопродуктов и так далее. Понятно, что при возможности желательно ограничить объем данных продуктов в пищевом рационе, ну, наверное, говорить о том, что надо полностью отказаться от мяса, перейти на курицу здоровому человеку, наверное, не всегда это резонно, далеко не всегда это будет правильно принято нашими пациентами во внимании. Опять-таки, мы должны учитывать и этнические особенности, и особенности проживания человека, особенности физической нагрузки, особенность рода деятельности его. А вот, и, конечно, ни в коем случае не преувеличивать значимости, скажем, коррекции только особенности рациона, да, в ущерб другим направлениям профилактических мероприятий. Условно говоря, питается зеленью, травой, закусывает семечки, запивает чаем, да, но при этом не выходит из дома и полулежит за монитором компьютера, да. Ну, вряд ли такой вот перекос, как говорили, перекос на местах, да, даст реальный эффект при сохранном действии других факторов сердечно-сосудистого риска. Все-таки нужно более сбалансированный, более такой вот подход, взвешенный с воздействием на разные механизмы патогенеза. Мы не напрасно сегодня столько долго говорили вот о разнообразии механизмов, повреждающих головной мозг. Их очень много, и, соответственно, должно быть очень много путей защиты мозга и предупреждение развития заболеваний новых, и предупреждение прогрессирования заболеваний имеющихся. Что касается лекарственной терапии, конечно, это предупреждение эпизодов повторных или первичных ишемии, это стимуляция репаративных процессов, ну и, конечно, попытки включить собственные ресурсы организма. Лечение должно быть безопасным, с этим никто не спорит. Но, к сожалению, риски лечения всегда существуют, потому что мы проводим комбинированную терапию с подбором ряда препаратов. Ну и, конечно, лекарственная нагрузка на организм также может быть не всегда благоприятной для конкретного пациента. Вот к этой картинке многократно уже приходилось обращаться. Это вот тот опыт, который просто мы обязаны взять на вооружение и этим путем не ходить. Это данные из базы данных страховой компании США. Более миллиона пожилых пациентов, уже имеющих диагностированную деменцию, пожилые люди. Вот посмотрите, каждый примерно шестой получает полипсихофармакотерапию. Ну, такая серьезная проблема и серьезное упущение, потому что 80 лет назначать вот такую комбинацию с антидепрессантой, антипсихотикой, бензодиазепина, ну, это не всегда рационально, не всегда разумно. Вот посмотрите, у каждого пятого больше пяти психоактивных препаратов. Вот, сказать, что можно объяснить и можно прогнозировать, как эти препараты будут действовать в одном организме, в организме пожилого человека с нарушением функций многих органов, а в организме человека, который получает еще дополнительные препараты, ну, в общем-то, это было бы немножко лукавство, элемент лукавства был. Извините, пожалуйста, я оговорился, каждый пятый получал менее препарата, и 5% получали более пяти препаратов. Ну, сути дела это не меняет, это прекрасный урок того, чего делать не следует. Очень аккуратно относиться вот к таким комбинациям. Понятно, что не надо преувеличивать рисков, связанных с лечением, потому что если лечение подобрано правильной, доза, соответствующая состояние пациента требует, он должен принимать всю эту лекарственную терапию. Вот, и приходилось видеть удивительные случаи, скажем, женщину 90 с небольшим лет, которая на протяжении, это своими глазами с ней беседовал, на протяжении лет 20-25 каждый вечер принимала таблетку полмиллиграмма-полтора миллиграмма до трех таблеток феназепама, запивала это волокардином, а вот 20-25 лет, абсолютно правда, да. При том, что у нее, ну, хотя бы для приличия была бы легкая дезортрия, абсолютно ясная, четкая, модулированная речь. Ну, это исключение, которое подтверждает правила, понимаете, у кого-то такая генетика, кто метаболизирует эти препараты, у кого они не вызывают зависимости, главное, не требуют повышения дозировки, вот что очень важно. Кто-то, к сожалению, имеет менее благоприятную судьбу и страдает от такого лечения. Так что помним, что не всегда нужно, так сказать, назначать все, что есть в фармацевтическом справочнике. На самом деле проблема полипрагмази, она очень сложна. Она бывает вынужденной, бывает необходимой. Было бы смешно говорить о том, что пациент, имеющий много заболеваний, должен лечиться одним лекарством. Это не надо, не следует долго обсуждать. К сожалению, с течением возраста число пациентов, нуждающихся в большем количестве препаратов, увеличивается. Чем старше возраст, тем больше болезней у человека наблюдается. Понятно, что при хорошей переносимости и при достижении тех эффектов, которые мы ожидаем от лечения многими препаратами, ситуация контролируется, она поддается управлению. Если у нас есть минимальные сомнения в эффективности того или иного препарата, попросту говоря, если мы видим, что он не работает в данной конкретной ситуации, конечно, не нужно продолжать его назначение. Если можно так сказать, когда мы обсуждаем лечение пациента, с пациентом или про себя, иногда, а может быть часто, надо подумать не, чтобы еще добавить, а чтобы отнять и, чтобы, так сказать, чего бы лишить. В ряде случаев можно отменить препараты, которые по тем или иным причинам не оказывают никакого эффекта на данного конкретного пациента, взамен назначив нечто нейтральное, заведомо безопасное, заведомо безвредное. А вот какие препараты, ну, скажем, близкие к плацебо, ну, естественно, сопроводив это устными инструкциями, для чего это делается, какие эффекты можно ожидать. Так что, ну, не нужно, с одной стороны, говорить, что полипаргмазия – это ужасно, что это вот нарушение, что больных химией травят, это, так сказать, понятие обиходное. Кому положено, тот должен принимать большое количество лекарственных препаратов. Ну, и существуют некоторые способы лечения, которые мы можем использовать как вспомогательные. Это коррекция тех или иных симптомов, которые значимы для данного пациента. Ну, скажем, на сегодняшний день хорошо известно, что вот нарушение обмена гистамина, они приводят к целому ряду серьезных нежелательных последствий. Не надо долго обсуждать роль гистамина при аллергических реакциях, при некоторых других патологических состояниях. Ну, последние полтора-два десятилетия очень большой интерес вызывает возможность применения препаратов, связанных с обменом гистамина, именно вот в качестве регуляции поведенческих эффектов, поведенческих функций, в частности, в отношении регуляции уровня сна и бодрствования. Вот, все-таки считается, что гистамин воздействует на функции сна, он принимает участие в процессах терморегуляции, подготовки к основе засыпания, ну, и поэтому препараты, которые блокируют гистамин, блокируют связь гистамина с рецепторами, они, конечно, обладают снотворным эффектом или гипногенным эффектом, и одновременно устраняют или модулируют те вегетативные функции, которые позволяют быстрее отойти ко сну. Это тоже очень важный момент, речь идет не просто о том, чтобы как по щелчку выключить организм, да, и дать им возможность заснуть, а речь идет о том, чтобы вот обеспечить и готовность отойти ко сну, и готовность быстро заснуть. Препарат дакциламин на длительное время применяется как средство, обладающее хорошим эффектом при трудностях засыпания и диссонических на расстройствах в целом. На протяжении многих лет изучается его возможность как использования, как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими препаратами, для того, чтобы обеспечить качество сна достаточное у пациентов самого разного профиля. Речь идет и о терапевтических пациентах, и о неврологических, вот у тех, где требуется применение препарата на протяжении относительно короткого периода времени для восстановления сна. Это очень важный момент, да, ни в коем случае речь не идет о хроническом систематическом периоде препарата, как вот мы обсуждали пожилую даму, которая 20 лет принимала, или 25 такой коктейль. Конечно, это абсолютно неверная, неправильная и опасная тактика. А вот какие-то короткие курсы лечения препаратом, да, действительно не необходимы. Что это за пациент? Ну, скажем, больной с гипертензией, больной с сахарным диабетом, на фоне каких-то стрессовых реакций, бытовых, связанных со своим здоровьем, он однозначно имеет высочайший риск повышения артериального давления и нарастания гликемии. Это однозначно. И вот чтобы не просто, так сказать, подкручивать давление или гликемию, посимптомно коррегировать его состояние, обеспечив ночной сон, вполне вероятно, можно добиться вот его хорошего исхода из данной ситуации и не допустить реакции со стороны артериального давления, не допустить реакции со стороны гликемии. Вот те положительные качества, которыми обладает дексиламин, которыми обладает рассматриваемый нами препарат. Сокращение время засыпания, вот не просто за счет того, что пациент накрывает его волной сна, а выключаются или реорганизуются те вегетативные функции, которые обеспечивают переход от подростания к сну. Сон становится более продолжительным, улучшает свое качество, при том, что вот фаза сна не изменяется. То, что необходимо для пациента с имеющей диссомнией или с высоким риском диссомнии, который вот действительно может получить выгоду от такого лечения. Обратите внимание, мы не напрасно говорили про тревожные сновидения, понятно, что за 5 дней от них не избавишься, но, тем не менее, уменьшенная тревожность такого рода – это вполне работающая ситуация. Был проведен метаанализ препаратов для обеспечения коррекции диссомнии. Да, действительно большой интерес вызывают препараты мелатонина, некоторые другие лекарственные средства. Но вот что интересно, эффективность при краткосрочной терапии мелатонином, она не всегда убедительно продемонстрирована. А вот для острого купирования диссомнии, как раз-то дексиламин-реслип является тем препаратом, который может быть эффективным и вполне безопасным. Вот еще немножко о преимуществах. По сути дела, сопоставимый Z-препаратами эффект в отношении скорости засыпания и поддержания ночного сна, но полное отсутствие таких вот неприятных последствий, как синдром отмены, лекарственная зависимость и так далее. Это очень важное, так сказать, свойство препарата, комбинация положительных свойств при вполне хорошей переносимости. Что касается беременности, ну, вы знаете, конечно, вопрос в каждом случае индивидуальный решается. Вот насколько необходимо беременной женщине, назначаясь на творные препараты, надо очень хорошо взвесить, насколько действительно вот такое лечение целесообразно. Может быть, где-то лучше какими-то физическими мероприятиями, беседой психотерапистической, разъяснительной, прогулкой перед сном добиться более легкого засыпания. Что касается качества препарата РСЛИП, вот были проведены исследования по терапевтической, фармацевтической его эквивалентности. Было проведено Александром Юзовичем исследование с коллегами о том, как РСЛИП работает при острой диссомнии. В шести центрах нашей страны было проведено данное исследование, в котором несколько больше было женщин. Что оказалось? Оригинальный дексаламин и РСЛИП продемонстрировали абсолютно идентичную клиническую эффективность. Причем как РСЛИП, так и оригинальный дексаламин по сути дела не отличались друг от друга по влиянию на выраженность диссомнии. Оба препарата давали положительный эффект, значительное уменьшение трудностей засыпания и плохого ночного сна примерно на 50%. Вот динамика показателей Питбургской шкалы качества сна на фоне оценки двух препаратов. А вот шкала дневной сольливости ЭПОРТа в двух группах. Зеленый оригинальный препарат, такой вот оранжевый, это препарат РСЛИП. Хорошее уменьшение примерно на 50% по сравнению с уходным уровнем. Причем обратите внимание, что у РСЛИПа может быть выраженность эффекта была даже больше. Скажем, чуть меньше 50% в группе сравнений у оригинального препарата. И примерно в два с небольшим раза, ну сколько здесь, где-то на 55-58% у пациентов, которые получали РСЛИП. Так что хорошая эффективность, которую отметили и сами пациенты, вот обратите внимание, врачи-наблюдатели, как полную или частичную эффективность, расценили состояние 77% включенных в исследование больных. Это в группе сравнения. А вот посмотрите, что получилось по РСЛИПу. 96% сказали, что да, это то, чего мы добивались. Это то соотношение скорости отхода ко сну, скорости засыпания и качества сна и числа побочных эффектов. Вот соотношение качества и эффективности абсолютно, говорится, в пользу применения препарата РСЛИП вот такими короткими курсами терапии. Нежелательные явления, они существуют, но их значимость абсолютно оказалась вот невысокой и не очень серьезной. Так что вот одним из способов коррекции десомнических нарушений у пациента с ишемическим повреждением мозга является как раз назначение РСЛИПа, назначение доксоламина. Доксоламина, вот обратите внимание, что в целом в ряде клинических рекомендациях и использования препарата при хронической десомнии, вот и при острой депрессии, в депрессивном расстройстве или рецидиве, при нарушениях сна у пациентов с каборобидностью или полиморбидностью. То есть при разных ситуациях у нас есть одно из направлений коррекции вот этих вот нарушений сна, которые необходимы для того, чтобы не просто сон восстановить, а уменьшить влияние и десомнии, и других факторов на хроническое прогрессирующее поражение головного мозга. Спасибо большое за вопросы, за внимание. Если есть вопросы, постараюсь на них ответить. Подскажите, пожалуйста, может быть такой диагноз хроническая ишемия головного мозга под с инсультное когнитивное снижение. Вы знаете, но если есть зарегистрированный диагноз инсульта, а зачем говорить про хроническую ишемию головного мозга? Лучше писать про последствия инсульта в том-то, в том заключающиеся постинсультное когнитивное нарушение. Так будет намного рациональней. Здравствуйте. Если в режиме Т2-МРТ выявлены микрогеморрагии с гипертонсивностью белого вещества, то это уже критерий ранней степени стадии ДЭП. Знаете, в чем дело? Все-таки дисциркуляторная цифалопатия это диагноз клинический. Здесь нужны аномнистические данные о сосудистом заболевании, данные аномнистические об эпизодах острой ишемии и результаты клинического обследования, которое позволяет выявить ту или иную симптоматику. Все-таки выносить диагноз ДЭП в заключение по эмортомографии этого делать не надо. А так, конечно, можно говорить про один из критериев церебральной микроангиопатии. Другое дело, сколько этих микрогеморрагий, геморрагий, как они расположены, где расположены, то есть системные ли это процессы, или может быть действительно ограничены после травмы и так далее. Но единственное, ДЭП специалисту по МРТ в диагноз писать не следует. Как на МРТ отличить сосудистую микроангиопатии от микроангиопатии при церебральной амилоидной ангиопатии? Да, действительно, вопрос сложный. Можно использовать и критерии МРТ-омографические, обязательные следы цереброспинальной жидкости, и в ближайшем будущем у нас будут доступны тесты для биохимического подтверждения диагноза церебральной амилоидной микроангиопатии. Какие препараты лучше назначать на домашнем этапе реабилитации, чтобы замедлить трансформацию когнитивных нарушений в постинсультную деменцию? Ну, опять-таки, понимаете, здесь все зависит от конкретного пациента, от того, какие есть проявления, чем пациент болел ранее, насколько выражено исходное когнитивное снижение, каковы темпы прогрессирования. То есть здесь очень широкий спектр препаратов, включая и препараты холина альфа-сцерата, включая антиоксиданты. Если есть основания, это могут быть истинные противодементные препараты, мемантины или, значит, ингибиторы холины ста разы. Вполне вероятно, что здесь могут быть и препараты белковой структуры, вот эти кортексины, целикс, церебролизин. Все зависит от конкретной ситуации, от того, что в клинической картине есть, и, конечно, от того, как процесс прогрессирует. Возможно ли сочетание ингибиторов холины ста разы и холиномиметиков у больных с когнитивными нарушениями на фоне хим? Нет, вы знаете, сочетать холиномиметики и препараты антихолины ста разы, ингибиторы от силы холины ста разы, наверное, не стоят все-таки. Хотя можно использовать препараты альфа-сцерата и те же самые мемантины. Это такое возможно. Можно использовать холин-альфа-сцераты, для меня немножко, извините, не совсем правильный вопрос, да, холиномиметики центрального действия или препараты, восполняющие полоцилхолина, и препараты-ингибиторы центральной ацетилхолины ста разы. Конечно, такая комбинация возможна. Извините, пожалуйста, тут не совсем сразу разобрался в вопросе. У пациента схемно наблюдается сценоневротические нарушения с перевозбуждением и жалобы на головокружение. Возможно применение седативных средств. Если да, что будет наиболее эффективно? Спасибо за лекцию. Вам спасибо большое за внимание. Но, вы знаете, здесь, конечно, надо смотреть, что у пациента за клиническая картина. Понимаете, действительно ли это сценоневротическое нарушение с перевозбуждением или это может быть просто вариант панических атак? Понимаете, все-таки они могут иметь атипичный характер, панические атаки с теми же самыми с вестибулярными, с атактическими нарушениями, когда пациент не осознает и не описывает свои ощущения как тревогу, беспокойство, а, что называется, соматизирует свои жалобы. Понимаете, это будет одна ситуация. Соответственно, противотревожные препараты для оккупирования отдельного приступа, ну и подумать, насколько он будет нуждаться в профилактическом лечении. Дальше, есть все-таки, это действительно вот остеоневротические нарушения, в том числе и при хим, что требует серьезного уточнения, понимаете, а почему хим даст остеоневротические нарушения, может все-таки ситуационная какая-то реакция, да? Начинать, конечно, от простого к сложному. Если это не тяжелое расстройство, бога ради, препараты без рецептурного доступа, вот, если ситуация более тяжелая, то, конечно, подумать, что будет предпочтительней. Систематический прием противотревожных препаратов или перевод пациента на антидепрессанты. То есть, это вот важный момент. При нетяжелом течении заболевания лучше воздержаться от приема курсового назначения вот этих вот антидепрессантов и ограничиться разовым приемом или, скажем, приемом галеновых препаратов. Вот, в той ситуации есть все-таки это снижает качество жизни пациента, мешает его адаптации, тогда курсовое лечение антидепрессантами или противотревожными препаратами. Выбор конкретного препарата будет зависеть от конкретных условий, от того, что преобладает, тревога ли преобладает, ли раздражительность, неустойчивое настроение, от того, что делается с массой тела, понимаете, тоже надо учитывать, насколько будет вероятность увеличения ее на фоне лечения. Ну, здесь уже конкретно состояние больного определяет выбор препарата. Спасибо большое за вопросы. Есть еще два вопроса? Вот, так что, вы понимаете, к сожалению, мы можем говорить только об общих подходах к лечению таких пациентов и назначению препаратов. Сказать конкретно, не видя пациента, что ему поможет и какой препарат нужен, это всегда очень рискованно и не всегда имеет смысл. Спасибо большое. Надо ли менять дозу Реслипа для пациентов старческого возраста? Нет, вы знаете, смысла в замене дозы нет. Препарат назначается на короткие сроки действия и мы не говорим и не подразумеваем риск накопительного эффекта, так что дозу менять особенного смысла нет. Все, Уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание, большое спасибо за вопросы, будем надеяться, что вот те знания, которые с вами обменялись, пригодятся в вашей дальнейшей работе. Всего доброго.